Здравствуйте, уважаемые клиенты компании Амаркетс. В данном видео расскажем, что такое криптовалюты, биткоин и можно ли на них заработать. Несколько лет назад совсем ограниченный круг инвесторов представлял, что такое криптовалюты, а покупки биткоина производили только те из них, кто был особенно предрасположен к риску, либо видел за технологиями цифровых валют большое будущее. Сейчас же про биткоин знают довольно многие, и все же предлагаем разобраться более детально в том, что это, а главное, можно ли заработать на биткоине и как это сделать. Итак, криптовалюты представляют собой актив, который полностью является виртуальным или цифровым, то есть к нему нельзя прикоснуться, либо положить в обычный кошелек с привычными банкнотами. Он был спрограммирован в 2008 году человеком, имя которого до сих пор неизвестно. На протяжении всей истории существования биткоина именно принцип анонимности при расчетах позволял стабильно увеличивать количество этих расчетов и стоимость самой криптовалюты. Возникает вопрос, откуда же появляются новые биткоины? Их добыча представляет собой использование вашего компьютера для вычислений и проверки транзакций, а за это вы получаете биткоины. То есть важно понять, что процесс создания новых биткоинов требует все больших затрат на оборудование, так как задачи, которые необходимо решить для добычи нового биткоина с каждым днем усложняются. И этот аргумент также является одной из причин роста стоимости биткоина. В свою очередь количество единиц цифровой валюты также ограничено, поэтому удается избежать резкой девальвации или запуска печатного станка, когда центральный банк какой-нибудь страны решает резко увеличить выпуск денег для покрытия своих расходов. То, что объем добычи биткоинов постепенно будет уменьшаться и их количество не будет расти прежними темпами, также влияет на рост криптовалют в данный момент. Все биткоины хранятся на специальных кошельках в интернете, на жестком диске компьютера или на смартфоне. При этом каждый кошелек имеет свой уникальный и довольно сложный номер. И с каждым днем становится все больше сайтов, которые принимают биткоины в качестве платежного средства. То есть во многом криптовалюты похожи на обычные платежные системы, как WebMoney, Яндекс.Деньги или Kiwi, например, но номинированы не в долларах или рублях, а в биткоинах. Использовать биткоины как способ оплаты покупок, конечно, можно, но сейчас он привлекает внимание к себе именно как инструмент инвестиций и возможность быстрого заработка, так как курс котировок криптовалют стремительно растет. Например, только за маят 2017 года произошло увеличение стоимости биткоина более чем в два раза. В данный момент мы видим график этого инструмента по отношению к американскому доллару. И отмечаем рост за май с отметки в 1300 долларов до уровня почти в 3000 долларов за один биткоин. Это невероятное движение не может сравниться с тенденцией ни по одному прочему финансовому активу. Отметим, что существуют специальные биржи криптовалют, которые также не представлены в физическом мире, а реализованы в онлайн-среде. На них можно купить как биткоины, так и сотни других цифровых валют. Ведь с момента появления первой из них почти 10 лет назад появилось множество последователей биткоина, многие из которых уверенно забирают свою долю этого рынка. О других интересных криптовалютах мы расскажем в одном из следующих видео. Важной новостью для оптимистов в отношении криптовалют стало законодательное признание биткоина в качестве платежного средства со стороны Японии. Это может положить начало подобным мерам со стороны других стран и увеличить спрос на цифровые валюты. Огромный спрос на биткоины есть и у граждан Китая, так как местный центральный банк ставит жесткие ограничения на операции с иностранной валютой, и населению ничего не остается, кроме как покупать криптовалюты для снижения риска инфляции местного юаня. Благодаря появлению многочисленных бирж криптовалют, работа с ними стала возможна и в рамках брокерских компаний. Основное преимущество торговли через брокера заключается в том, что счет можно пополнить через множество платежных систем или с банковской карты. В то время как биржи принимают на свой счет в основном только криптовалюты, что не очень удобно, если вы только начинаете работу в этой сфере и еще не накопили достаточного количества биткоинов и не имеете своего кошелька. Помимо этого отметим, что брокер, например, Амаркетс, имеет надежную регуляцию и уже много лет предоставляет услуги в области торговли на финансовых рынках. А с биржами криптовалют было несколько инцидентов, когда они просто прекращали свою работу, несмотря на стабильность в последние годы. Стоит учесть, что в некоторых странах биткоин до сих пор находится под запретом, поэтому и сайты таких компаний могут блокировать регулирующие органы. Работу с криптовалютами через Амаркетс можно вести с использованием кредитного плеча 1 к 3. Это означает, что имея на торговом счете, к примеру, 10 тысяч долларов и котировки биткоинов в 3 тысячи долларов, вы можете купить не 3, а сразу 10 биткоинов и заработать в перспективе большую сумму, чем без использования кредитного плеча. Более подробно торговые стратегии работы с криптовалютами мы обсудим в следующем видео. Пока же остановимся на тех возможностях, которые появляются при работе с этими активами. Давайте еще раз посмотрим на график инструмента PTC-USD, то есть биткоин по отношению к доллару США. На что обращаем внимание в первую очередь? Именно на повышенную волатильность по этому инструменту. Нередко бывают дни, в ходе которых цена изменяется более чем на 10%. Более того, в истории биткоина было несколько этапов взрывного роста, в ходе которого стоимость актива увеличивалась во много раз за короткий период времени. Еще в 2011 году мы могли наблюдать удорожание биткоина в 30 раз с 1 до 30 долларов. А в 2013 году цена возросла с 8 до 270 долларов. Мы видим это движение на графике цены. Однако спустя буквально несколько месяцев мы видели очередной мощный импульс движения вверх. И цена, пробив свой исторический максимум на отметке в 280 долларов, устремилась к отметке в 1000 долларов за единицу криптовалюты. После этого, конечно, последовало несколько месяцев коррекции, но впоследствии рост вновь продолжился. И сейчас мы наблюдаем биткоин вблизи отметки в 2500 долларов за единицу. Если вы уже занимаетесь трейдингом на финансовых рынках, то знаете, что подобных прецедентов больше никогда не происходило. Ни по одному из инструментов. Это означает наличие огромного потенциала для получения дополнительного дохода. По прогнозам аналитиков в данный момент, а также исходя из основ технического анализа, следует, что рост биткоина может продолжиться в ближайшие недели до 3500 долларов. А если ажиотаж не будет угасать и дальше, то до конца года он может стоить уже 5000 долларов. Опять же, нужно держать в голове фундаментальные основания, которые могут подтолкнуть рост биткоина в ближайшие месяцы. Одним из таких событий может стать создание специальных фондов ETF на американском фондовом рынке. Если подобные индексы криптовалют будут созданы на Нью-Йоркской фондовой бирже, то крупные хедж-фонды из США и других стран смогут инвестировать свои средства в данные активы. А это означает, что капитализация криптовалют увеличится во много-много раз. И, конечно, мы увидим в таком случае продолжительный рост биткоина и обновление исторических максимумов. Поэтому, прежде всего, призываем вас следить за данным инструментом и по возможности открывать сделки для того, чтобы не остаться в стороне от этой прибыли. В следующем видео мы рассмотрим стратегии торговли биткоина, которые актуальны в данный момент. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok